Привет, друзья! С вами Владимир Шемин. И в этом видео я покажу вам подробную видеоинструкцию, что проходит турист в аэропорту Анталии, когда летит домой. Сегодня у нас 12 мая 2021 года. Турция находится в условиях локдауна. Многие туристы запуганы местными, нашими украинскими, российскими СМИ по ситуации в Турции. Но на самом деле, друзья, я провел нереально крутую неделю в Турции. И меня лично, как туриста, локдаун никак не коснулся. Ну, собственно говоря, и любого туриста особо локдаун вообще не касается. И карантинные меры просто строго придерживаются. Поэтому турист на отдыхе в Турции в гораздо большей безопасности, друзья, чем находится дома. В общем, друзья, подписывайтесь на канал и погнали смотреть все процедуры в аэропорту Анталии. Итак, друзья, после того, как вы прибыли в аэропорт, когда вас привезли на трансфере, индивидуальном, либо групповом, неважно на каком, вы попадаете уже непосредственно в сам аэропорт. Я сейчас стою перед кодом. Собственно говоря, тут у нас будет небольшой контроль. В общем, заходим в аэропорт и идем по лабиринтам, по разметке, которые тут есть в аэропорту для того, чтобы пропустить свой багаж через сканер. Дальше, после того, как вы прошли первый контроль в аэропорту, соответственно, вам нужно подойти к расписанию рейсов. Вот оно выглядит таким вот образом. И найти ваш рейс. К примеру, наш рейс, это авиакомпания МАО, номер рейса ПС-5348, вылет 16.45, стоечки регистрации 125-я, 127-я. И тут показано, что регистрация уже началась. Check-in, open. Информация показывается и на турецком языке, и на английском языке. Поэтому, если вам что-то непонятно на турецком, подождите, и язык переключится на английский язык, который более понятный для русскоговорящего туриста. Итак, смотрите, вот перед вами стоечки регистрации. Значит, так как у нас 125-я, 127-я, мы смотрим на номера возле этих стоечек, и подходим к этим стоечкам для того, чтобы зарегистрироваться на рейс, получить посадочный билет. В общем, смотрите, 125-126-127. Вот наши стоечки регистрации. Встаете в ту, в которой меньше всего очереди, и ждете своей очереди для того, чтобы пройти регистрацию. Тут есть разметка, смотрите. Ну, примерно каждые полтора метра расстояние должно быть от туриста. И на самой стоечке есть защитное стекло между сотрудниками аэропорта и туристами. Тут вы уже будете сдавать багаж, поэтому заранее позаботьтесь для того, чтобы упаковать ваш багаж. Ну, в принципе, ребят, смотрите, глобальных каких-то отличий вообще никаких нет. Кроме этого разделительного стекла. Сотрудники аэропорта все в масках, туристы тоже все в масках. Это то, что требуется от туристов. Ничего, никаких страшных процедур, ничего не проводится. Просто вы даете свой паспорт, стандартно, как всегда, это делали сотруднику аэропорта. И получаете свой билет. Все. Это все, что касается регистрации на рейс и сдачи основного багажа. После этого мы идем уже на второй уровень. Вот, смотрите, это. В правом углу помещения есть эскалатор. И поднимаемся на следующие контроли. Так, значит, регистрацию пошли. И идем в сторону эскалатора. Есть ступеньки обычные, можете подняться по ступенькам, можете по эскалатору. Есть куча различных магазинов сувенирных и тому подобное. Хотите, можете купить. Что еще есть? Справа у нас есть такой вот фудкорт. Ну, их еще будет не один, когда вы пройдете уже все контроли и будете возле Дьюти Прей. Еще раз показываю вам, как выглядит этот зал, где находятся стоечки регистрации. Смотрите, всего их тут 160, ребят. Поэтому смотрите номер рейса, смотрите номер стоечки, идете, регистрируетесь. Вообще никаких ХЭС-кодов, никаких тестов, ничего у вас тут на данный момент не проверяют. Да, если будут какие-то изменения, я обязательно это напишу в описании к этому видео. Так что не забывайте проверять описание к этому видео и смотреть объективную и актуальную информацию. Все. Давайте поднимемся на верхний уровень и пройдем следующие контроли. Ну и, в принципе, еще раз говорю вам, что обязательно одевайте маски. То есть, постоянно проверяют маски. При первом подъеме на эскалаторе, вон, видите, сейчас туристы поднимаются, тут вас сканируют ваш билет посадочный, тот, который вы получили на стоечке регистрации, когда сдавали багаж. Вот сейчас вам это все видно, как это происходит. А дальше уже идет паспортный контроль. Так, значит, в принципе, стандартные процедуры на паспортном контроле. Что это делают? А делают, значит, проверяют ваш паспорт, проходят ваши вещи через камер, и все, друзья. Это не Египет. Никаких вообще проблем нет. Единственное, что, когда проверяют паспорт и билет, просят снять головной убор. И, значит, снять головной убор и маску приспустить. Все. Больше никаких вообще сложностей, никаких, ну, нестандартных ситуаций, каких-то хэш-ходов, либо тестов, ничего у туристов не требуют. Поэтому, друзья, ну, вообще, не парьтесь, смело, легко и просто, никаких проблем. Вот. Значит, паспортный контроль и что еще? И, ну, таможенный контроль я вам не снимал, потому что там снимать запрещено. Поэтому показал вам со стороны, пока нахожусь в дьюти-фри. Сейчас вы видите на своих экранах вдалеке паспортный контроль. Соответственно, в принципе, людей сейчас немного, поэтому все быстро и легко это проходит без каких-либо проблем. Друзья, давайте и пару моментов покажу по дьюти-фри. Весь дьюти-фри именно в этом видео обзор я не буду делать, а вот по главным позициям, которым нужно ориентироваться, давайте мы это посмотрим. Значит, бейлис литровый стоит 15,6 евро. Запоминайте цену и пойдемте еще посмотрим одну позицию. И смотрите, ребята, литровый Джек Дэниелс стоимость 24 евро. По-моему, дешевле, чем в Харьковском дьюти-фри. Насчет киевского не помню, не знаю даже, наверное, если что, напишите это в комментариях под этим видео. Еще одна позиция это ромбо-карди. Смотрите, он сейчас по акции идет 13,3 евро. Литровая бутылочка рома-бокарди. Друзья, и как только вы прошли зону дьюти-фри, вот, например, это касса дьюти-фри, вы попадаете в зону с гейтами. То есть, есть посадочные гейты, и вам нужно найти свой посадочный гейт. Вот, например, смотрите, вот в той части находится девятый гейт, дальше вот десятый гейт. Потом двенадцатый гейт, где-то должен быть одиннадцатый. Так, ладно, двенадцатый гейт, который я вижу, и вы видите, тринадцатый гейт, и вот, например, четырнадцатый гейт, и давайте я вам на примере четырнадцатого гейта покажу некоторую информацию. Почти возле каждого гейта есть монитор, на котором есть расписание рейсов, и из какого гейта на него происходит посадка. Вот, давайте разберемся на примере этого монитора. смотрите, значит, у нас вылет 16.45 из аэропорта Антальи в Харьков, рейс ПС 53.48, значит, гейт инфо 15.45, появится эта информация в 15.45, сейчас на часах 15.31, соответственно, еще нужно 15 минут погулять, и тогда станет известно, из какого гейта будет происходить посадка на самолет. В общем, друзья, давайте так, пошел я погуляю, покажу вам кое-какие моменты, наверное, давайте мы разберемся и найдем курилку, потому что некоторые туристы курят, а нам нужно понимать, работает курилка, либо не работает. А дальше, друзья, мы, собственно говоря, правильно и шли, вот, 15 гейт и возле него находится курилка. Смотрите, вот есть указатель, кроме того, тут есть и туалет рядом, и вот мы идем к самой курилочке, потому что, к примеру, в Харькове аэропорту курилка не работает из-за ее размера, из-за того, что она в помещении закрыта, а тут курилка работает. Смотрите, все работает автоматически, выходим и можем спокойно покурить на этой террасе. Ну и посмотреть на самолеты. Итак, друзья, 16.45 вылет, ПС-53.48, 9-й гейт, идет посадка. Нужно быстренько спешить. вот 9-й гейт и тут у нас будет контроль и идем бежим в самолет. друзья, у нас проверили билет, паспорт и вот идем по телетрапу для того, чтобы спуститься вниз для посадки на наш самолет, на котором я буду лететь. даже скорее всего не телетрапа, наверное чуть-чуть по-другому сейчас будет в общем нет, все-таки телетрап, да, вот ПС-53.38 ПС-53.48 16.45 Харьков, Анталия. И вот уже финишная прямая. В общем тут уже никуда вы не денетесь. только в одном направлении. Все, у меня 23 место и идем на свое место, ищем. Я думаю с этим вы уже разберетесь. Все, друзья, я на своем месте и собственно говоря, через несколько минут самолет будет готовиться к взлету. Я показал вам все, что происходит в аэропорту в Анталии в 2021 году в условиях локдауна и карантина. В принципе, у меня уже есть видео на канале по всем процедурам в аэропорту Анталии, когда турист летит домой. И кроме вот этой вот штуковины, друзья, вообще ничего не изменилось. Поэтому то видео, которое я выпускал в 2019 году, полностью актуальное. Кроме некоторых цен и тому подобное. в общем благодарю вас всех за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях к этому видео. Если вы можете поделиться какой-то интересной информацией либо отзывом, тоже напишите это в комментариях под этим видео, я обязательно почитаю. Ну и не забывайте подписываться на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, а также жмите на колокольчик, чтобы получать все новые уведомления у новых видео на моем канале. С вами был Владимир Шемет, желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, пока-пока.